Одним из самых заметных нововведений этого сезона стало добавление в игру легендарного оружия со стазисным типом урона. Добавление брони также стазисного типа и, соответственно, пачки модификаторов, которые могут быть установлены эксклюзивно в эту броню. Сегодня предлагаю с ними коротко ознакомиться, чтобы избавиться от этого чувства «О, а мне стазис-шмотка упала, а чё с ней делать?» Давайте с оружия начнём. Всего сезон исчезновения предлагает на выбор 4 пушки. Револьвер «Лисица», дробовик «Разметист», пистолет «Узы мира» и линейно-плазменную винтовку «Сожаление Рада». Где получить всё это оружие? Ну, первые два, револьвер и дробовик, ты можешь получить в новой активности на шестерых игроков «Астральная синхронизация» или «Изенграм», которые тебе будут выдаваться в награду за прокачку компаса в шлеме. Пистолет «Узы мира» будет падать в железном знамени, которое начнётся... пока не сообщают когда. Но если вы оставляли контракты этого ивента с прошлого сезона, то уже сейчас он может вам выпасть. Как мне, выпало с засоленного контракта последнее оружие из списка. Линейно-плазменная винтовка «Сожаление Рида». Это пушка из «Испытаний Осириса», так что существует она в двух версиях. Обычная и адепт. Адепт можно будет получать за серию из 7 побед. Кстати, впервые «Испытания Осириса» в этом сезоне стартуют 10 сентября, и о них будет что рассказать. Видео выйдет ближе к делу. Самое интересное, что всё это оружие, кроме «Сожаления Рада», ставится в первый слот, то есть в кинетический. Таким образом, у вас в экипировке будет в каждый слот по разной стихии. В первый стазис, во второй и третий что-нибудь из классики, типа «Пустоты» и «Солнца». Ещё любопытно то, что на оружии есть эксклюзивный стазис перк «Надгробие». Убиваете противника в крит, и на месте его смерти вырастает нарост стазиса. Работает хоть в ПВЕ, хоть в ПВП. Не хочу чего-то так рано радоваться, но я бы пока не спешил игнорировать этот перк. Стазис всё ещё играет важную роль на поле боя, так что дополнительный способ создания его кристаллов потенциально интересен. Я пробовал пока бегать с револьвером с этим перком и в ПВП, и в обычном ПВЕ на старте сезона. И думаю, что в скором времени попробую скомбинировать его с какими-нибудь способностями стазиса поактивнее. Ну и чтобы сразу закрыть тему этих легендарок, давайте просто назову перки. Те, на которые стоит обратить внимание при фарме этого оружия. Револьвер «Лисица». Он 180-го архетипа, к сожалению. Интересных перков, однако, на нём много. Чеканные нарезы, высокоточные припасы, изгой, убийственный вихрь, первый выстрел, фугасные снаряды, или даже новый перк на бис. Но о нём ещё поговорим в другом видео. Дробовик «Разметист» на точной раме. Зауженный ствол, высокоточные припасы, быстрое извлечение и первый выстрел. Тут ещё есть стрельба в скольжении, но... Забудьте, накатались уже. Пистолет «Узы мира». Ну, это же пистолет, что тут скажешь. Чеканные нарезы, высокоточные припасы, дальномер и рубака. Может, хоть так он пригодится. Хотя, как-никак, в этом сезоне у нас мод против воителей на пистолеты. Сожаление Рида. Линейная винтовка в третий слот. Пока рано говорить о том, насколько она может оказаться полезной, так что с осторожностью назову эти перки. Зауженный ствол, жидкостные катушки, обойма сюрприз, тройной выстрел, стрижающее оружие и линия огня. Скажу честно, есть ощущение, что мы в этом сезоне ещё поговорим про плазменные и линейно-плазменные винтовки. Так что спустя какое-то время, когда я с ними поиграю, а мы же с ними прежде реально не играли, стоит рассказать подробнее о типах и дать уже более чёткие советы по перкам. Но если о том, что в сезоне появится стазис оружия мы знали из официальных анонсов уже давно, то вот о появлении брони с аналогичным типом энергии могли только догадываться. Важно уточнить, что вам нужно не выбивать какой-то конкретный сет, на котором стазис висит эксклюзивно. Вы можете, как и с любой другой стихией, перековать свои уже имеющиеся шмотки под этот тип. Ради чего? Конечно, ради новых модов в первую очередь. Существует 7 стазис модов с разным эффектом, плюс 4 стазисных мода, относящихся к набору модификаторов на колодцы света. По правде говоря, в сезоне достаточно много новых модификаций, даже не считая тех, что добавятся из артефакта. Есть интересные моды для призраков, моды на перезарядку, и если обо всем этом нужен отдельный ролик, пишите об этом в комментариях, дайте мне знать. Но сейчас нас в первую очередь все же интересуют стазисные модификаторы. Получить их можно из Ngram или за прокачку рангов репутации разных вендоров. Их не очень много, но среди них встречаются довольно интересные варианты. Например, мод экономия сил улучшит создаваемые вами сферы силы за убийство в ульте, не обязательно стазисной, и они будут давать больший прирост к энергии суперспособности ваших напарников. Моды типа импульс на ближний бой, классовую способность или гранаты, будут давать вам небольшой бонусный прирост к энергии соответствующей способности, когда вы потратите ее до нуля. Проще говоря, кинули гранату, а восстановление ее энергии начнется не с сухого нуля. Эти моды, кстати, одни из самых дорогих в списке, просят 4 энергии в шмотке. Разумеется, это только начало, и дальше с каждым сезоном мы будем встречать все больше и больше модов для стазис брони и перков для стазис оружия. Так что пока присматриваемся, изучаем. Радует, что нет каких-то совсем уж поломанных сумасшедших перков, и, скажем, заморозка противников с помощью оружия остается прерогативой экзотики. Ну а что касается модов на колодцы света, о которых я упомянул, Да, видео выходило по ним не так давно, но мне кажется, придется снова вернуться к ним, поиграть, посмотреть, как они себя показывают в эндгейм-контенте сейчас, после нерфа сфер Распутина. И если окажется, что они правда заиграли, то видео появится на канале непременно. А на этом пока все. Спасибо за просмотр, а вот этим ребятам спасибо за подписку в качестве спонсора отдельно. Про бонусы спонсоров вы можете почитать по ссылке в описании. До связи!